Тест счетчика. Один катод и один только анод из 10. Запускаем за 36 секунд. Смотрим сколько с одного анода влетит гамма квантов. И протестируем те, где без надписи, чтобы понять где SBT10, а где SBT10A. Это возможно только по импульсам понять. По-другому никак. Так, этот подписан. Тоже. Так, вот здесь видно, что буква А была подписана. Вот этот не подписан. И вот еще один. Три штуки. Без надписи. 21 гамма квант летел за 36 секунд. Еще раз. Так, 16. Хорошо. 21 и 16. Теперь проверяю. 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 Где надпись стерлась или испарилась. Если будет в два раза больше, то это SBT10. А если 16 либо 20, то это SBT10A. Так, 10 импульсов. Это SBT10A. Понятно. Если импульсов мало, то это низкий фоновый фон. Собственный фон. SBT10A. Вот, кстати, в паспорте это все указано. Вот. Собственный фон. SBT10A за импульсов в секунду. 2,17. Собственный фон. SBT10A за 100 секунд. Это 217. SBT10A. Ну, здесь он просто SBT написан. 417 импульсов за 100 секунд. Запускаем счет следующий. И ждем набора результата. Собственный фон. Собственный фон. 10. Это тоже SBT10A. Следующий. Последний уже. Собственный фон. Собственный фон. Подписывайтесь на наш канал. Тоже 10. Все, все СБТ-10, все отлично.